Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Невнимательная автоледи. 25-летняя девушка получила травмы в ДТП на улице Советской в Нововятском районе. Топил печь без дверцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли два человека. Огород под водой. Вот я выхожу из дома. Везде вода. Все крайне печально. На улице Ульяновской затопило придорожные частные дома. В Кирове во дворе одного из домов девушка ругалась с полуголым молодым человеком. 27-летняя девушка получила травмы в ДТП на улице Советской в Нововятском районе. Ее сбила 35-летняя женщина на иномарке «Опель». Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил Сергей Пичугин. По данным госавтоинспекции, авария произошла во вторник в 8 утра у дома 14 по улице Советской. 35-летняя женщина не заметила пешехода. Женщина, управлявшая автомашиной «Опель», совершила наезд на другую женщину 89-го года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы, и ей была оказана медицинская помощь, после чего госпитализации не потребовалось. На улице Луганской водитель «Шевроле» хотел повернуть во двор дома 2А, но не пропустил встречный «Киарио». Автомобили столкнулись, получили повреждения. После удара «Шевроле» отбросило на дерево. Пострадавших в ДТП нет. Напротив дома 12 по улице Ломоносова попали в аварию «Лада Приора» и «КамАЗ». Сотрудники ДПС замерили происшествие и предложили его участникам приехать в ГИБДД. Однако водители этого не сделали. Видимо, о сумме компенсации договорились между собой. Не приехали в комнату оформления ДТП и участники аварии на улице Ленина. Там столкнулись «Газели», «Митсубиси» и «Лансер». Обе машины получили незначительные повреждения. В Орловском районе водитель грузового автомобиля «ГАЗ» выезжал со второстепенной дороги на федеральную трассу «Вятка» и не пропустил «Киа». К счастью, удар получился не сильным, никто не пострадал. Сергей Пичугин, место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли два человека. ЧП произошло в поселке Бор Афанасьевского района. После тушения пожара на месте были обнаружены тела двух мужчин. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». По версии следствия, в доме проживал 57-летний местный алкоголик. Официально он нигде не работал. В последние две недели с ним вместе жил его 50-летний собутыльник. В ходе проверки выяснилось, что хозяин квартиры перед трагедией сдал в металлолом печную дверь. На вырученные деньги купил спиртное. Печь продолжал топить так же, но уже без дверцы. В итоге в полночь произошел пожар, дом сгорел вместе с двумя жильцами. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас по этому факту проводится проверка. Вот я выхожу из дома. Везде вода. Все крайне печально. На улице Ульяновской затопило придорожные частные дома. По словам жильцов, затопило огород, баню, скважину и выгребную яму. Сейчас нет возможности помыться. Питьевую воду люди покупают. После обращений в администрацию и прокуратуру вдоль домов появились шланги и насосы, которые откачивают воду. Но, по словам жильцов, они не справляются. Вот такими малюсилками шланговых откачивается вода. Без толку. На улице Горбуновой, на строящемся доме, номер 31 очевидцы заметили подростков-экстремалов. Судя по фото, они гуляли по карнизам и сидели на парапетах. По словам автора видео, стройка заморожена и не охраняется. Любой желающий может подняться наверх. На обращения жильцов соседних домов застройщик никак не реагирует, судя по всему, до первого трагического случая. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Можно ли бутылочку водки заказать? Да, 500 рублей. Онлайн-торговля. При осмотре в его автомобиле обнаружено более 15 литров различной алкогольной продукции. На Октябрьском проспекте полицейские задержали алкогольный склад на колесах. Угрожал женой-колдуньей. Пообещал инспекторам проблемы сексуального характера муж пьяной женщины-водителя. Ехал по встречной. На улице Ломоносова водитель Калины перепутал полосу движения. Компания «Агат» расширяет границы. Выкупим любой автомобиль. Предложим оптимальную стоимость выкупа. Все автомобили проходят тщательную диагностику и предпродажную подготовку. Дадим исчерпывающую информацию по каждому автомобилю, проведем повторный осмотр и в дальнейшем возьмем на обслуживание Ваш новый автомобиль с пробегом. «Агат-профи». Автомобили с пробегом. Продажа, обмен, комиссия, выкуп автомобилей, в том числе кредитных. Гарантия. Держинского 110. Телефон 208-00. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На Октябрьском проспекте полицейские задержали алкогольный склад на колесах. Оперативники проверили контрольную закупку в интернете. Они нашли номер телефона, по которому можно было заказать водку и пиво в любую точку Кирова. А затем сделали заказ. Все подробности в нашем следующем материале. На звонок оперативников ответил молодой человек. Можно ли бутылочку водки заказать? «Да, 500 рублей в год вместе с доставкой». «500 рублей, ага, и литра-полтора пива». Лишних вопросов собеседник не задавал. Он принял заказ, сказал, что пиво продает только в банках и что общий заказ – водка, пиво и доставка – составит 1000 рублей. «А что, что?» «Все расчетка, гусь, семерка и бат. Какой вам?» «Бат». Через 20 минут темный «Фольксваген» приехал по адресу и стоял у подъезда. После получения денег водителя иномарки задержали. «Как вы знаете?» «Роман». «Роман». «Есть документы?» «Паспорт». «Роман Игоревич, в курсе, что у нас дистанционная продажа алкоголя запрещена?» «В курсе?» «В курсе». По словам водителя, он знал, что таким способом продавать алкоголь нельзя, но все же нарушил закон. Кроме изъятия и штрафа для водителя, полицейские хотят закрыть сайт, где был размещен телефон для заказа спиртного. «Информация о данном сайте будет направлена в Роскомнадзор для принятия соответствующих мер по его закрытию». Также полицейские напоминают, что обо всех фактах, запрещенной торговлей водкой, пивом и спиртосодержащими жидкостями, можно сообщить по телефону 102. Михаил Вагин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Пообещал инспекторам проблемы сексуального характера муж пьяной женщины-водителя. Ее на автомобиле «Рено Каптюр» задержали полицейские на советском тракте. По словам мужчины, ее супруга Ведунья и в скором времени у всех участников задержания ее любимой, а это активисты ночного патруля и сотрудники ДПС и журналист, начнутся проблемы в половой жизни. Якобы стоит только дождаться смены фазы Луны, оценил масштабы угрозы наш корреспондент Сергей Пичуин. Задержанные Светлане инспекторы предложили пройти тест на алкоголь. На месте задержания был и супруг Светланы. Правда, сначала мужчина представился иначе. Защитник-водитель Рено настолько хотел себя проявить, что чуть не наговорил на уголовную статью. Это не бил или что? 19-го статья из УКО. И что, кодекса оскорбления? А это что? Получить по полиции не выполняет свою обязанность. Если еще вас хватает, примите, вы едите. Тем временем Светлана прошла экспертизу. Результат для дамы, мягко говоря, немаленький, превышает норму больше чем в 7 раз. Установлено состояние алкогольного пенения. У вас установлено состояние пенения. Вы ехали пьяный за рулем? Нет. А как это все произошло? Почему вас здесь держат в патрульной машине, если вы говорите, что вы не ехали? Дмитрий Александрович, почему она держит в патрульной машине? Потому что вы управляли автомашиной с признаками пьянения. Сейчас установили у вас состояние алкогольного пьянения при помощи алкотеста. Вот. Дмитрий Александрович вам на все ответил. И это правда? Нет, конечно. Муж Светланы догадался, что жене предстоит административная ответственность. Тогда он решил запугать всех нечистой силой. Она ведь влёх оттуда. Реально. Бабушка, прабабушка, все. Я не говорю. Я вас всех спуткал, на самом деле. На самом деле, реально. Жесть. Иван, б***ь. Там все. Что, реальная ведьма? Да. По словам мужчины, скоро у участников и свидетелей задержания будут проблемы в личной жизни, которые устроит его супруга. Примерно через пару месяцев вполне реальные проблемы могут возникнуть и у Светланы. Это лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей. Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирове во дворе камера запечатлела семейную разборку. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». В Кирове во дворе одного из домов девушка ругалась с полуголым молодым человеком. Впоследствии драку пыталась остановить мать девушки, но у нее не получилось. Что осталось причиной потасовки, автор видео не уточнил. Скорее всего, молодой человек явно провинился перед своей возлюбленной. На советском тракте гонщик на фуре едва не спровоцировал ДТП. Нарушитель явно не рассчитал маневр. Автору видео пришлось затормозить и съехать на обочину. В Кировочепецке наглый водитель Ауди проехал на красный сигнал светофора. Нарушение произошло на пешеходном переходе у школы номер 7. К счастью, в этот момент дети не переходили дорогу. На улице Луганской водитель лэнд-крузера очень торопился и проехал на запрещающий сигнал. Промчался на красный сигнал и не пропустил пешехода водитель Тойоты на улице Ленина. После увиденного женщина-пешеход посмотрела налево. Вдруг за Тойотой поехал еще кто-нибудь. На улице Московской троллейбус чуть не въехал в машину с камерой. На повторе видно, что водитель троллейбуса хотел перестроиться налево, но не ожидал, что водитель Приоры остановится и поедет в правый ряд. Чтобы избежать столкновения, троллейбус выехал на встречную полосу. На улице Ломоносова водитель Калины перепутал полосу движения. Судя по всему, водитель думал, что едет в крайнем левом ряду. Улица братьев Воснецовых, город Кирово-Чапецк. Трасса на Зуевку. В Кирово-Чапецке автомобилисты переплыли огромную лужу. Попробуем тут проехать. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobaka-inbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров», а также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин